Воздушная гимнастика Арина и Софья занимаются воздушной гимнастикой уже четвертый год. На недавних соревнованиях, которые проходили в Смоленске, они заняли первое место в дуэте, представив на суд жюри номер на мордовскую национальную тематику. Также София стала первой в сольном выступлении. Изначально мы хотели сделать русский, но потом, когда мы репетировали у меня дома, моя мама подошла и сказала, вам лучше сделать мордовский, потому что мы живем в республике Мордовия, и это национальный номер можно поставить. То есть, получается, у тебя есть и дома, вот можно заниматься там полотной или там что-то? Да, у меня есть трое полотен, белые, красные и черные и одно кольцо. Поставить номер для выступления на соревнования – задача довольно непростая. Сначала нужно придумать образ, а затем подобрать под него соответствующий костюм и музыку. А после этого наполнить его гимнастическими элементами. Самые распространенные виды воздушной акробатики – это упражнения на кольце и полотне. Номера, которые мы сейчас показывали, мы ставили с прошлой весны. Начали ставить весной, и вот только в октябре мы их вывезли, показали первый раз. Все это тренировки, сильный труд, настойчивость детей и взрослых, кто выступает. Не так давно наши девушки выступали на всероссийских соревнованиях в Смоленске и завоевали в общей сложности 8 медалей. Никто не остался без наград. Чуть ранее в Москве проходил более престижный турнир по воздушной гимнастике, на котором наша Джамиля Вагапова завоевала серебряную медаль, что стало для нее большим личным достижением, поскольку год назад на этом же старте она потерпела неудачу. Я пообещала себе, что не сдамся, и обязательно приеду в следующий раз и займу призовое место. И вот уже недавняя поездка доказала мне то. Я поверила в свои силы и заняла второе место. Я была очень рада. Мне до сих пор не могла поверить. Я вышла за медалью просто в слезах. Это были слезы от счастья. Воздушная гимнастика – это новое направление в спортивной фитнес-индустрии. Она может не выходить за рамки любительских занятий. Регулярных тренировок будет вполне достаточно для поддержания тела в хорошей форме. При этом дополнительные занятия в тренажерном зале не потребуются. Воздушная гимнастика близка цирковой акробатике, которая всегда привлекает к себе восторженные взгляды. А для прекрасной половины человечества лишние порции внимания никогда не бывает лишней. Юрий Осипов, Александр Сюзяев. Наши новости. Юрий Осипов, Александр Сюзяев. Наши новости.